Девушки отдыхают И сделай нас больше похожими на Иисуса Дай нам сиять Твоим миром, Твоим светом в этом мире Как отражение Твоей любви Отражение Твоей благодати И отражение Твоей преобразующей силы Об этом молимся Во имя Иисуса Христа И знаете что? У нас такое с вами великое преимущество В том, чтобы жить в тени Иисуса Христа Мы можем жить в самом присутствии Бога До Христа Люди могли слышать от Бога Могли переживать Бога Но лишь только Вне Его дворов А сейчас Библия говорит Что мы, кто были далеко Сейчас приблизились Через Иисуса Христа Как же мы приближаемся к Нему? Как мы подходим к Нему? Чтобы нам слышать Его голос яснее Переживать Его любовь в нашей жизни Мы приходим В Его дворы С благодарностью И с хвалою Вот почему мы всегда Его превозносим В начале наших служений Так что Он прославляется И так, чтобы мы могли входить в Его дворы Приходить в объятия Его любви И преображаться от Его Духа Если вы еще не вошли во дворы Его сегодня Если вы еще не открыли своего сердца И не сказали, Иисус, я просто ныряю в Твои объятия сегодня Я хочу дать вам 30 секунд Чтобы вы это сделали Потому что я хочу, чтобы вы оказались по-настоящему внутри Его двора Чтобы вы могли слышать Его Слово И experience the power of His Spirit И переживать силу Его Духа Давайте поднимем свои руки и сердца И празднуем свои руки и сердца И восхвалим Господом Поднимем имя Иисуса Помните Его Духа Ты все привыше Ты все сильнее Вся в тебе надежда Слова твои верные обещания Ты все держишь Вся в тебе надежда Слова твои верные обещания Ты все держишь Вся в тебе надежда Father Отец Мы приходим к Тебе сегодня И мы осознаем Без Тебя мы ничто Мы не мощны Мы не мощны Мы не мощны И мы хрупки И ты нужен нам каждый отдельный день Но мы благодарим Тебя за открытое небо над нашей жизнью За присутствие Твоего Святого Духа И я чувствую прямо сейчас Твой Дух двигается в этой церкви Поднимая сокрушенных И даруя радость Тем, которые плачут и смущены Ты даешь крепость слабым И я хвалю Тебя Господь Что по мере того, как сила Твоего Духа Приходит вместе с силою Твоего Слова Наши жизни преобразуются И мы молимся Пусть мы будем больше, как Иисус Во имя Иисуса Христа Аминь Аминь И весь народ доскажет Давайте поаплодируем Господу сильно Аминь Присаживайтесь, пожалуйста Спасибо вам большое Какая радость быть в Слове Жизни в Москве Я не только чувствую себя дома Но я дома, когда я приезжаю сюда Спасибо, что принимаете нас Для меня и для Марии честь Будь здесь И мы также привезли приветствия От вашей сестринской церкви Слова Жизни в Упсале Служение там происходит прямо сейчас И они передают вам привет Аминь Спасибо огромное, Пастор Мацулла Я так ценю вас Вашу дружбу Вы превосходны в лидерстве, руководстве И люди говорят об этой церкви по всему миру Такая честь приезжать сюда И также для моей жены Марии Которая со мной Мы счастливы в браке уже 27 лет И благословлены двумя прекрасными дочерьми Эвелина, которая 24 года Она учится в Англии Чтобы быть художником И моя младшая Юлия, которая 22 И этим летом я пройду по этому проходу И отдам ее руки мужем в браке Прекрасному молодому человеку Которому я отношусь как сыну И тот и другой Они как бы в штате нашей церкви И они также все передают вам привет Слову Жизни в Москве Я хочу поделиться с вами словом Посланием, о котором я надеюсь Что оно будет полезным для вас И я просто его называю Магазинная тележка жизни И все будет яснее во время проповеди Что я имею в виду Вы знаете, это время Адвента И мы зажигаем свечи Каждую неделю одну свечу И на самом деле Такой и наша христианская жизнь должна быть Когда мы только приходим ко Христу Свет зажигается в нашей жизни Но затем наши жизни должны становиться Все ярче и ярче и ярче Ярче и ярче Ярче, да Книга Притчи Говорит, что путь праведника Это как утреннее солнце Которое возрастает в свете До полного дня Поэтому мы все более и более Должны становиться святыми Более и более похожими на Иисуса Христа В том, как мы думаем В том, как мы говорим И в том, как мы живем Но при этом Я встречаю многих христиан Которые имеют проблемы с грехом и искушением И кажется, что у них нет прорыва Снова и снова они подпадают В одной и той же сфере жизни Они делают ошибку Они согрешают И чувствуют себя очень плохо И каются И говорят, Боже, прости меня И они дают обещание Больше такого никогда не буду делать Никогда в жизни Проходит какое-то время И они оказываются Опять-таки в том же самом поведении И сейчас они чувствуют себя Уже дважды плохо Я же обещал, что я этого не сделаю Боже, прости меня Но вот с этого дня Я этого не повторю И постепенно они соскальзывают В то же самое поведение И кажется, не могут освободиться Я не знаю, кто-либо из вас чувствовал так в этой церкви Но если не чувствовали, то почувствуйте Но как же Нам высвободиться От греха Как нам справляться с искушениями Так, чтобы нам оставаться святыми перед Богом В первую очередь Вам нужно понять, как грех и искушение действуют Образ мышления христиан такой у многих Что скажем, дьявол находится вот здесь И у него большой лук со стрелой И он указывает им на тебя И потом он тюм, и выстреливает И это стрела искушения летит, летит по воздуху И over here you are И ты такой, пуф И падаешь в грех И нет ничего, чтобы ты мог сделать с этим Это происходит И ты такая невинная жертва искушения Но на самом деле не так все Еще до того, как ты совершаешь грех Еще до того, как ты сказал эту ложь Еще до того, как ты взял то, что тебе не принадлежит Еще до того, как ты посплетничал о брате или о сестре Еще до того, как ты посмотрел порнографию по интернету Еще до того, как ты обманул касательно своих налогов Процесс уже начался внутри твоего сердца Маленькая семечка посеяна И из-за того, что ты позволил этому семени остаться внутри тебя Оно медленно выросло И сейчас произвело свой плод И теперь, вместо того, чтобы просто срезать эти сорняки на поверхности Нам нужно углубиться И выдернуть семена этих сорняков Чтобы мы оставались святыми и чистыми Послание Иакова говорит на эту тему Если у вас есть Библия, сейчас время достать ее И открыть Иакова 1, 12 Иакова 1, 12 Блажен человек, который переносит искушение Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его В искушении никто не говорит Бог меня искушает Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого Далее он говорит Но каждый искушается и увлекаясь, и обращаясь собственной похотью Похоть же, зачав, рождает грех А сделанный грех рождает смерть Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные И в процессе этого искушения, греха и смерти Иакова говорит, что не в Боге здесь проблема И он даже дьявола не упоминает Он говорит, проблема В том, что есть внутри нашей жизни Что называется похотью Греческое слово, которое переводится желание или похоть Просто означает сильная мысль Доминирующая мысль И я попытаюсь объяснить, как это действует Так, как я надеюсь, вы никогда-никогда не забудете Вот это, мои друзья Русская магазинная тележка И у нас они в Швеции тоже есть Они повсеместные Если вы отправитесь в какой-то продуктовый магазин Вы найдете пару таких тележек И на самом деле Проживая христианскую жизнь Вы как будто живете ее с тележкой И вы толкаете ее перед собой И ваша тележка может быть пустой Или полной различных вещей Когда только вы начинаете свое христианское хождение Я начал его, когда мне было 16 Мой друг уговорил меня прийти на подобное собрание Он на самом деле обманул и сказал, что там будет вечеринка Но я не знаю, можно ли обманывать ради Иисуса Он попытался и на самом деле завел меня на это собрание Сначала я посмотрел и думал, слушай, здесь все ненормальные Но потом постепенно Дух Божий начал двигаться в моем сердце Слезы потекли из глаз И при приглашении к покаянию в конце собрания Я побежал вперед и отдал свою жизнь Иисусу Я исполнился Духом Святым и начал говорить на иных языках И образно говоря, Бог дал мне пустую тележку И я начал свое хождение с Иисусом И моя тележка была пустой И когда твоя тележка пустая Христианское хождение легко Оно не составляет проблем Ты ходишь, ты с Иисусом И у тебя великолепное время Но давайте скажем сейчас Чуть позже в жизни Вы сталкиваетесь с таким моментом Когда вы начинаете много задумываться о деньгах Деньги вдруг становятся намного важнее Такого не было, когда вы были молоды И я вот работаю с молодежью 27 лет Иногда меня восхищает, как молодежь может быть настолько радикальной Посвящая свою жизнь Богу И я подумал так Все молодые люди как герои веры Но потом я понял Дело не в том, что они герои веры Да просто у них не так много всего есть А если у тебя не так много всего есть То достаточно легко все передать Иисусу Когда 14-летний говорит Иисус Я отдаю тебе все, что у меня есть На самом деле он при этом говорит Про 14 долларов и про айфон Но потом, конечно Жизнь растет Вдруг у тебя появляется квартира Машина И больше денег, чем 14 долларов И может быть ты доходишь до момента, когда деньги становятся для тебя слишком важными И ты думаешь о них постоянно И ты думаешь о них постоянно И ты понимаешь, у того парня больше денег, чем у тебя И ты начинаешь завидовать И это занимает слишком много времени Слишком много энергии Дело не в том, что деньги являются какой-то проблемой сами по себе Но это становится слишком большой частью твоей жизни И становится таким желанием И оно проникает в твою тележку Ты не согрешил Ты продолжаешь давать свои десятины Ты продолжаешь давать пожертвования Но это занимает слишком много твоих мыслей Но ты двигаешься дальше по жизни И может быть доходишь до такого момента Когда ты начинаешь думать Как было бы здорово Быть чуть более популярным, чем ты есть Как было бы здорово Быть более известным И иметь столько друзей, как тот парень И столько друзей в Фейсбуке, как вот у нее Ты хочешь больше последователей в Инстаграме И ты хотел бы, чтобы больше людей читали тебя в Твиттере И это становится таким, как бы, неодержимостью Тобой овладел это Один из твоих друзей Он фотографию выставил в Инстаграме И получил 79 лайков И ты выставил фотографию И получил 68 лайков И ты думаешь, кто эти 11 человек? Кто эти люди? Которые поставили лайк на его картину Но не на моей фотографии И ты смотришь список И проверяешь и сравниваешь И это становится слишком большим делом в твоей мыслительной жизни Как я могу стать более популярным? Как я могу обрести больше друзей? И снова Мы же все люди И это по-человечески Желать, чтобы тебя любили В общем-то нет ничего в этой основной потребности быть любимым Но ты доходишь до момента, когда это становится слишком важным для тебя Становится похотью Сильной мыслью И это проникает в твою тележку Но ты двигаешься дальше по жизни И через какое-то время Ты, может быть, доходишь до такого момента Когда ты начинаешь чувствовать, что тебя немного недопонимают Ты думаешь, что не получаешь благодарность, которую заслуживаешь И люди должны быть более милыми по отношению к тебе И люди должны быть более благодарными тебе за все, что ты делаешь Почему люди не говорят спасибо мне? Почему люди не хлопают меня по плечу? Говоря, насколько я удивительный человек И ты чувствуешь, что ты помог Но никто тебя не поблагодарил Ты приходишь в церковь И ты видишь, как пастор поприветствовал вот того парня там Но он не поприветствовал тебя Да что же у пастора против меня? Почему пастор не приветствует меня? И это становится такой вот Такой сильной мыслью внутри тебя И это входит в твою тележку Но ты идешь чуть дальше в жизни И через какое-то время Может быть, ты доходишь до такого момента Когда ты просто начинаешь любить себя слишком много Ты слишком гордишься теми вещами, которые имеешь в жизни У меня есть образование У меня есть образование У-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху У меня вот этот дар У меня тот талант И ты немного слишком полон собою Немного слишком горд И имеешь тенденцию забывать Что все добро, которое у тебя есть, это дар от Бога Не для того, чтобы ты им гордился Но для того, чтобы ты служил И вдруг Ты об этом забываешь И это также входит в твою тележку И становится похотью Теперь ты смотришь на эту телегу И можешь сказать Богу Но я же не согрешил Вот здесь никакого греха Ничего не украл Никого не убил Не солгал Нет Но ты полон похоти и желаний И рано или поздно вот это содержимое твоей тележки Зачнет грех Когда твоя жизнь будет выглядеть так Я бы мог упомянуть еще 50 разных вещей Но когда твоя жизнь выглядит так Две вещи произойдут Первая Похоти в твоей тележке Начнут действовать как трамплин, как батут Вы знаете этот батут Ты подскакиваешь вверх-вниз А вы русские, вы просто имеете высший класс в этом спорте Гимнастика и так далее Скажем, ты здесь Ты держишь свою тележку Полную похотей А дьявол здесь И снова Он стреляет искушением в твою сторону Скажем, он высвобождает искушение к тебе Быть финансово коррумпированным У тебя появляется возможность заполучить деньги, которые законно не твои на самом деле И это искушение летит в твою сторону Если оно сможет отбиться От похоти От похоти Иметь больше денег Оно ударится об эту похоти И ударит в твое сердце В десять раз сильнее Чем если бы твоя тележка была пустой Если прилетает искушение Искушение посплетничать о ком-то Распространить ложь о брате или о сестре Чтобы ты выглядел чуть лучше А он чуть хуже Если это искушение прилетит И ударится об похоть О желание быть более популярным Оно ударится об это желание И отскочит в твое сердце В десять раз сильнее И ты будешь стоять здесь И ты будешь говорить Я не знаю, что произошло Я согрешил Как такое могло произойти? Оно произошло, потому что ты допустил вот эти вещи в свою тележку А второе, что произойдет Если твоя тележка будет полна желаний Твоя тележка начнет катиться в одном направлении Но позвольте мне исповедовать здесь свои грехи Это среди самых ужасных вещей, которые только я знаю Вот когда ты идешь в продуктовый магазин И берешь одну из тележек Которые, так скажем, живут сами по себе Объясню вам Мне нравится ходить за покупками в продуктовый магазин Мне нравится готовить пищу Это то, как я отдыхаю Я не знаю, как вы, русские, отдыхаете Может быть, в медведя стреляете Я готовлю еду Я люблю готовить пищу Моя жена этому очень рада Мне нравится весь процесс Мне нравится приходить в продуктовый магазин И разговаривать с мясником о качестве мяса Мне нравится взвешивать в своих руках лосось И трогать помидоры, чтобы ощутить, правильные они или нет Вот насколько я сплетен Но самое плохое, что может разрушить этот прекрасный переживание Если у меня в руках тележка, которая делает вот так Почему? Потому что мне приходится использовать столько много энергии Чтобы толкать ее прямо То же самое с христианским хождением Когда в тебе все эти желания и похоти И ты пытаешься идти прямо с Иисусом Тебе приходится использовать так много энергии Потому что твоя жизнь постоянно пытается свернуть с пути В неправильном направлении И тебе приходится работать так твердо Чтобы тебе двигаться по прямой Через какое-то время ты устаешь И ты думаешь, ну это уже не так весело, как раньше было Раньше я ощущал радость в своей христианской жизни А больше не ощущаю Чувствовал свободу, вдохновение, мотивацию А сейчас лишь усердный труд И ты начинаешь обвинять кого-то другого Да, наверное, это вина моей мамы Наверное, группа прославления выбрала неправильную песню Ты находишь всех этих людей, чтобы обвинять Но на самом деле проблема в содержимом твоей тележки И вот благая весть Вы можете прийти к Иисусу со своей тележкой И через Евангелие Мы видим людей, которые желали следовать за Христом Как они оставляли все за собой Не только грех или аморальность Но то, что стало занимать слишком много места в их жизни Когда Петр и Андрей следовали за Иисусом Они оставили сети позади Сети это нормально, они не являются грехом сами по себе Но Иисус знал Что если ты будешь нести их в свою новую жизнь Когда тебе идти станет тяжело Тогда возрастет риск, что сети тебя увлекут в старую жизнь И они оставили их позади И пошли за Иисусом Матфей Был мытарем Ему пришлось оставить деньги позади Деньги тоже не являются чем-то плохим сами по себе Но они занимали слишком большую часть в старой жизни Матфея И он оставил их позади И он пошел за Иисусом И он занял важную часть в истории Божьей Слепой Варфоломи Вартимей Он был попрошайкой Который был исцелен Богом И он хотел следовать за Иисусом И сказано Он оставил свою верхнюю одежду попрошайке В этой верхней одежде не было ничего неправильного Это кусок ткани Но он представлял собой старую жизнь его И принеси он ее с собой Может быть, рано или поздно Это желание и похоть вернули бы его в его старую жизнь Но вместо этого мы читаем о нем в Библии Но был один парень Один парень Который не опустошил свою тележку Мы даже не знаем его имени, не упомянутого в Библии Мы знаем его как богатого молодого мужчину Я говорю всегда молодежи Там, у нас в церкви Вот эти три слова Вот в этой комбинации Это супер опасно Богатый Молодой Мужчина Ну вот он идет Молодой богатый мужчина И приходит ко Христу с энтузиазмом Что мне сделать Чтобы иметь вечную жизнь? Иисус говорит Ты знаешь заповеди, знаешь закон Соблюдай заповеди И он приходит в большой восторг Он говорит Господин Я соблюдал заповеди еще с юности своей И внутри он такой Да Я справляюсь Иисус сказано посмотрел на него С любовью И сказал Есть еще одно У тебя есть что-то в твоей тележке Твои деньги Раздай их Бедным И тогда приходи и следуй за мной Что Иисус на самом деле говорил Если только ты опустошишь свою тележку Тогда ты будешь свободным Не сможешь пойти куда угодно со мной Но этот молодой человек Посмотрел на Иисуса Посмотрел на содержимое тележки На деньги, которые были такой важной частью В его жизни Его мышления Его сердца Хотя сами по себе они не были греховными Но они занимали слишком много места в его жизни Мысль, которая была слишком сильной Он посмотрел на Иисуса снова Посмотрел на свою телегу И повернулся И сказано Ушел в печали Печаль, которая приходит из-за непослушания Богу И печаль, которая приходит из-за того, что ты не оставил какие-то вещи Находящиеся в твоей тележке у ног Иисуса Послушайте меня, братья И сестры Он не только ушел от Иисуса в тот день Он ушел со своей мечты Мы не слышим про него больше ничего Мы слышали про Петра Мы слышали про Андрея Мы слышали про Матфея Но не слово о богатом молодом мужчине Может быть, у Бога были великие планы для него Может быть, он должен был стать миссионером и потрясти какую-то страну для Бога Может быть, он бы написал какое-то послание, которое бы оказалось в Библии Мы и не узнаем Почему? Потому что он предпочел оставить вещи в своей тележке Но здесь Сейчас Я хочу сказать вам Что бы не было в твоей тележке Если Бог указывает на это сегодня Говоря, оставь это позади Я скажу вам одно Это не для того, чтобы забрать что-то от вас Но приготовить место еще для большего благословения в будущем Создать место для большего уровня Святого Духа Потому что все, что вы оставите ради Бога Он вернет вам во сто крат Но если вы удержите это для себя Это все, что у вас и останется Последнее, что я вам хочу сказать сегодня Это одна странная история Что-то, что произошло со мной в прошлом году Я был в Стокгольме Столице моей страны У меня есть друг из Новой Зеландии И это был его первый визит в Швейц И я показывал ему нашу столицу Мы смотрели все эти известные места и дворцы И Стокгольм построен на нескольких островах Поэтому там много воды, много мостов И когда мы пересекали один из мостов Прямо недалеко от парламента Была телевизионная команда С камерами и так далее Очевидно, они записывали что-то И когда мы проходили мимо Они меня позвали И сказали, господин Не подойдете ли вы сюда? Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов в камеру Я подошел Я сказал, хорошо, о чем бы вы хотели меня спросить? И они говорят, господин, у вас есть телефон сотовый? Да, конечно, у меня есть сотовый телефон А можно спросить вас несколько вопросов о том, как вы им пользуетесь? Я сказал, конечно И камеру включили И они начали меня спрашивать Сколько у вас фотографий в вашем сотовом телефоне? Сколько файлов музыки? Сколько приложений? Как часто вы их используете? И так далее И потом вдруг Этот парень задает мне такой вопрос А сколько бы денег Вы потребовали бы Чтобы выбросить ваш телефон с моста прямо в воду и сейчас? Я думал, это глупый вопрос Ну ясно это все, он говорит гипотетически Ну я просто, знаете, первую цифру, которую только придумал, сказал ему Ну я сказал, две тысячи евро Но это много денег Можно купить четыре, пять телефонов за такую сумму Он сказал, две тысячи евро Он сказал, стоп, камера Вы подождете минуточку, пожалуйста И он пошел к своей команде И я стоял там и смотрел И вот я вижу, как они достают кошельки И начинают доставать по 100 евро купюры И я стою и думаю, этого не происходит Я просто ожидал, что мои коллеги-пасторы сейчас выскочут откуда-то И скажут, ха-ха-ха, мы разыграли тебя Ты на камера Ты на, как бы, как бы, в этом шоу Но этот парень подошел ко мне Окей, мы у нас две тысячи евро Вот у нас две тысячи евро Выбросите свой телефон в воду за эти деньги И теперь у меня в голове 200 километров в час мысли Где же здесь уловка? Что я здесь не замечаю? Потому что все казалось лишь прекрасным предложением для меня Потому что я-то знал Если я это выброшу Я же могу прямо направиться в телефонный магазин Купить новый телефон Достать новую сим-карту Чтобы на ней был старый номер И загрузить все в него через iCloud И у меня столько еще денег останется И у меня столько еще денег останется Я думал Итак, выбросись с моста Он сказал, да Две тысячи евро Он сказал, да И нужно понять вам одно В Швеции Никто не отдает денег бесплатно И начал думать, что же, чего я здесь не понимаю Может быть, он убежит с деньгами? Но потом, на самом деле, когда он убедил меня, что это действительно происходит И он спросил меня, вы это сделаете? И я такой Да И я взял свой телефон И выбросил его с вода И он упал и погрузился в воду И я получил наличными две тысячи евро И это был хороший день Слава Богу Мой друг из Новой Зеланди Стоял и наблюдал И потом он спросил, а что у вас такое часто происходит в Швеции? И когда я получил новый телефон Я позвонил своим родным, семье И рассказал об этом И каждый из них сказал, ну почему такое именно с тобой всегда происходит? Я сказал, из-за благорасположения Господа Знаете, чуть позже Оказалось, что эта телевизионная команда Просто создавали рекламу Показывая, как люди привязаны к своим сотовым телефонам И этот видеоролик, эта реклама по всему Ютубу И когда я впервые его видел Я пришел к очень интересному заключению На самом деле, я эту рекламу привез с собой Хотите посмотреть? И телевизионная команда этой церкви Очень хорошую работу сделали Продублировали на русский язык этот текст Давайте включим Сколько на самом деле стоит мобильный телефон? Мы решили выйти на улицу и выяснить это Если я дам 500 евро наличными прямо сейчас Вы удалите содержимое вашего телефона? Да, все содержимое Я не могу удалить все со своего телефона Кто сделал эту фотографию? Я не знаю, я не знаю Это мой папа Если я предложу вам 1000 евро Вы выбросите свой телефон с этого моста 1420 евро? Да, чтобы спросить у вас моста Это настоящие деньги? Все ваши контакты, заметки, письма Все ваши приложения, их не будет Как и телефона Это так волнующе для нас Это очень сложно Можно я спрошу у мамы, можно ли его выкинуть? Просто выкинуть его? 2000 евро? Нет Нет, я так не думаю Правда? Это как будто бросить моего ребенка с моста Правда? Вы сделаете это? Да Окей, хорошо, поехали Сколько на самом деле стоит мобильный телефон? Мы решили выйти на улицу и выяснить это Я был единственным, кто это сделал Я был единственным, кто принял это предложение Все остальные люди Не могу я избавиться от своего телефона Моя прелесть Это будет подобно тому, как выбросить своего ребенка Так же и мы частенько бываем с Богом Не могу я это выбросить Моя прелесть Моя любимая мысль Это будет, как выбросить своего ребенка Но кем я буду без этих похотей и желаний? Знаете что? Если ты это сделаешь Если ты это отпустишь Если опустошишь свою тележку Выбросишь с моста ради Иисуса Христа Прострешься к своему высшему призванию Я скажу вам, что еще большие благословения придут на ваш путь Но они не будут вашими, пока вы не отпустите то, что есть Пока вы не оставите какую-то вещь или две, которые драгоценны для вас Ради благословения, чтобы прожить эту жизнь В пустой тележке Имея радость И мир И присутствие Бога Которые могут вас провести через все Прямо здесь и прямо сейчас Я хочу предоставить вам возможность Прийти к Богу И может быть Он попросит вас выбросить что-то с моста И может быть это может быть болезненным решением Но когда вы отпустите Придет свобода к вам Давайте встанем, пожалуйста У меня есть два вопроса, которые я хочу задать Вот как мы стоим в святом присутствии Бога Первый вопрос, который я хочу задать Пожалуйста, закройте глаза, склоните голову Я хочу, чтобы вы подумали, что является на самом деле реальностью сейчас Иисус Христос стоит прямо перед вами И первый вопрос такой Если вы здесь сегодня И вы еще не уверены, вы не знаете Что Он является вашим Господом и Спасителем И вы не можете честно сказать Что если бы вы умерли чуть позже сегодня же Что вы знаете, что вы пойдете на небо Может быть вы никогда не отдавали своей жизни Ему Но может быть вы отдавали когда-то давно Но так много вещей произошло с тех пор И вы потеряли свои взаимоотношения с Господом И есть что-то в вашем сердце прямо сейчас Что говорит, мне надо наладить жизнь с Богом Если это про вас Я хочу сказать вам одно Прямо сейчас, в моем сердце Я вижу, как Иисус простирает свои руки Руки, которые были пробиты ради тебя и меня И Он желает обнять тебя Простить тебя Дать тебе совершенно новое начало Потому что Он любит тебя так сильно Единственное, что должно произойти Это тебе надо прийти к Нему И тебе надо сказать да Господь Я отдаю тебе свою жизнь Прости меня Исцели меня внутри И сделай меня твоим детям Если тебе это нужно В качестве знака пред Богом Я прошу тебя сделать одно Я буду считать до трех И на три Я хочу, чтобы вы подняли свою руку И это будет вашим знаком Который говорит, я хочу быть включенным в эту молитву Я хочу познакомиться с Иисусом Или я соскользнул с пути Я хочу вернуться на Него Прямо сейчас Пожалуйста, глаза закрыты Головы склонены Я буду считать Раз Два И руки, вижу, уже поднимаются Три Если вам нужно прийти к Иисусу сегодня И вам нужно отдать свою жизнь Вам нужно принять спасение Тогда поднимите, пожалуйста, свою руку Так много рук поднимаются в этой церкви И так много тележек жизни приходят ко Христу сейчас Это драгоценный святой момент Так много из вас, кто поднимает свои руки Я знаю, что я не смущаю вас Попросив вас выйти вперед И позвольте мне помолиться вместе с вами Когда вы будете рядом впереди Когда мне было самому 16, я сделал так же И встреча, которая у меня была с Иисусом Изменила мою жизнь полностью Поэтому, если вы подняли руку Прямо сейчас, пожалуйста, пройдите сюда вперед И будет много из вас, кто выйдет сюда И вы не будете в смущении Вы не будете открыты Прямо сейчас выходите вперед Если вы поднимали руку Выходите Если вы пришли с другом Выходите с другом сюда Но, пожалуйста, сейчас Когда Иисус распростер свои объятия Придите и войдите в эти объятия любви И пройдите сюда вперед Давайте поаплодируем горячо Пока они выходят И люди до сих пор идут Спасибо тебе, Иисус Спасибо тебе, Иисус Если вы знаете, что вы должны быть здесь Среди народа впереди Не медлите Потому что я помолюсь сейчас И вы, и только вы знаете, надо ли вам быть здесь или нет И я так рад видеть всех вас И я могу отождествить себя с вами на 100% Некоторые из вас помладше Некоторые постарше Не важно Божья благодать одна и та же И прямо сейчас Иисус Готовит пустые тележки Что бы вы ни сделали Что бы ни происходило в вашем прошлом Все это будет стерто Все это будет стерто Когда вы уйдете из церкви сегодня Иисус и не вспомнит ничего Что вы делали до сегодняшнего дня Он будет видеть вас лишь святыми Чистыми И любимыми Это сила его благодати Вы не можете заслужить свой путь к Богу Другие религии будут пытаться сказать вам, что вы можете Если только будете стараться усердно Если будете делать то, это и все Вы проложите свой путь В присутствии Бога Иисус говорит Так Бог возлюбил мир Что отдал своего Сына Он пришел к вам Он сошел на ваш уровень Потому что Он знал, что вы не сможете подняться на Его И вот Он здесь Со своей любовью Его благодатью Охватывает и обнимает вас Я попрошу моего дорогого друга Помолиться молитвой по-русски И вы можете повторить эту молитву за Ним И когда вы будете молиться этой молитвой Даже в первый раз Я дам вам знать одно Бог услышит вас И Бог ответит на эту молитву Церковь, давайте помолимся этой молитвой все вместе Всеми, кто приходят к Богу и в первый раз И пожалуйста, повторяйте эту молитву сейчас Богу за мной Небесный Отец Благодарю тебя За Слово Божье И от всего сердца Прошу тебя Освободи меня От всякого греха От всякого бремени Во имя Иисуса Христа Я верю всем сердцем Иисус умер за мои грехи и болезни И на третий день воскрес И сегодня я исповедую Иисус мой Господь Навсегда Помоги мне, Господь Пройти по этому пути Не отягощая себя Похотями и соблазнами Искушениями и сильными желаниями Но дай мне быть свободным На протяжении всего пути И быть в семье Божьей Во имя Иисуса Христа Благодарю тебя Что могу парить К свободе В радости И в жизни Во имя Иисуса Христа Аминь Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Слава Господу Господь сказал, если мы исповедуем грехи наши То Он, будучи верен и праведен Простит нам грехи наши И теперь, дорогие друзья Те из вас, которые молились этой молитвой Первый раз Может быть, вы впервые у нас в церкви Может быть, не первый раз Но вы приняли Иисуса Христа В свою жизнь впервые Обратите внимание Вот здесь у нас есть Замечательный служитель Алексей Мы просим вас Пожалуйста, пройдите с ним на минутку У нас есть для вас подарок У нас есть новый завет для вас И угощение Те, которые молились этой молитвой Первый раз Прямо сейчас Проходите Проходите А церковь давайте поприветствуем Их еще раз горячо Аллилуйя Аминь И в последние секунды этого служения Я хочу задать вам еще один последний вопрос Если вы здесь И вы знаете Иисуса Но вы знаете, что в вашей тележке есть что-то, что не должно быть там И вы хотите попросить у Бога прощения Чтобы Он опустошил вашу тележку Может быть, во время проповеди вы думали об одной или о двух вещах И вы думали, мне надо избавиться от этой своей системы Иисус готов простить вас И сказать вам И опустошить вашу тележку И вернуть вам радость Вдохновение Мотивацию Свободу вашего хождения с Ним Если вы хотите, чтобы я помолился Я не буду вызывать вас вперед Я помолюсь за вас Короткой молитвой там, где вы есть Если вы хотите быть включены в эту молитву Поднимите свою руку прямо сейчас И для меня честь помолиться с вами и за вас Отец, во имя Иисуса Я молюсь за эту потрясающую, прекрасную группу людей За каждого, каждый из них призван святым призванием Я молюсь во имя Иисуса Чтобы ты открыл глаза Чтобы видеть нам состояние наших сердец И если есть что-то, что нам нужно выворосить Выкинуть с моста И оставить позади Ради высшего призвания Тогда мы раскаиваемся в этих вещах Мы просим твое упрощение И мы просим твое упрощение И мы молимся, чтобы семена этих похотей Были удалены из наших сердец И мы молимся о пустых тележках В чистых сердцах Во имя Иисуса Христа И весь народ расскажет И весь народ расскажет Весь народ расскажет Возьмите им Господу славу Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Иисус Для меня большая честь говорить с вами сегодня Вы удивительная церковь Призвана высоким призванием И вы понесете Иисуса в этот континент И будете сиять Его светом, где бы вы ни были И надеюсь, в следующий раз Когда вы окажетесь в продуктовом магазине И возьмете подобную тележку Проповедь будет крутиться где-то у вас в голове Этого шведского проповедника Которая будет говорить вам Опустошить свою тележку От всех этих похотей Чтобы ты мог переходить И славу, и славу, и славу, и славу Спасибо большое, что приняли меня Бог благословит вас Спасибо 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 Спасибо